доброе всем утро что у нас тут на улице ветер не ветер вроде ничего нормально нормально обходим как говорится владение свои я уже себе там завтрак готовлю готовлю это громко сказано блинчики захотелось с творогом у меня в морозилке я как-то делала блинчики вот разогревать сначала их разморозить поставила вот и сейчас на сковородке думала 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 и надумала будет не вкусно вышла я по делам нужно крышка дела делать сделать кое-каке вот потом кушать приготовлю сегодня хочу сделать баклажаны фаршированные овощами как-то разделала очень вкусно ну и вот с чарли надо прогуляться сейчас с ним в парк сходим там у меня дела как раз поблизости надеюсь что в этот раз все открыто и я смогу закончить свои дела все как обычно до карантина вот даже представляете появились бомжи раньше их не было буквально неделю назад ни одного бомжика на улице не было здесь знаете какие бомжи не такие вот которым мы привыкли обычный да там а здесь англоязычные бомжи которые не потому что там у них средств нету или что-то потому что им нравится такая жизнь блин ветер вот и они живут на улицах где они были во время карантина понятия не имею наверное давали им какое-то там место для проживания ну вот они такие вот как эти хиппи знаете такие вот любят и нравится им на улице жить зарабатывая прошением скажем так но обычно не все говорят на английском языке слушать свое радио на английском языке в общем и вот сегодня гляжу группуются человека по три по четыре живут они обычно вот знаете дома такие есть вот у нас один дом есть а внизу такая площадка как бы первый этаж но его нет первого этажа просто колонны стоят и вот они под этим домом живут хочу на улице ночью 18 градусов днем 30 живи не хочу этих как называется матрасов нам на помойке дофига и больше поэтому не жизнь а малина пьют себе в вино вот это дешевое в общем контора который я ходила вроде как она открыта нам никого нету девочка какая-то сидела я спросила курю закрыта на горит да ну видимо она сидит ждет я говорю пойду я сначала с чарли тогда погуляю а потом уже опять в эту контору дурацкую зайду но знаете сегодня как-то прохладно солнце жарит а ветер подует и холодная даже джинсы ехте то спрячу то опять достану но я далеко не прячу на всякие пожарные поэтому вот так вот дерево видите цветочки такие сиреневые как сирень опадает и получается такой сиреневый ковер сейчас здесь никого нету хорошо зато вечером здесь только народу дети все гуляют кошелек достали я уже давно дома уже даже приготовил покушать баклажаны чиненные начиненные фаршированные овощами сейчас кушаю надеваюсь и вперед на шопинг то ли от ветра то ли от чего как-то голова знаете поваливает и даже температуру померила чтобы вдруг что чё и как я человек ответственный но у меня 36 и 1 а вот еще сейчас сегодня даже так как я уезжаю муж приедет домой да и папе приедет ему такая говорю я уезжаю а как же чарли будет один нет ты должен приехать домой на на обед и вот он говорит во сколько ты уезжаешь я говорю сейчас уже через полчаса чтобы моя рыба маленькая день дома не сидел до счастья мою нас прям холодно такое ну как холодно 26 на м градусов но ветер такой холодный и я посмотрела всю неделю даже дней 10 вот такая погода будет не пляжная скажем так ну да ладно в принципе я на пляж сильно не рвусь поэтому как-то мне без разницы приготовила себе маски так как в торговом центре же без масок нельзя это я приготовила вот это себе а это подруги хочу ей показать попробовать чтобы она потому что вот эти медицинские маски в них дышится легче и я вот так вот делаю как кулечком вот тут заделала и так намного удобнее носить она свой кулечек у меня не хватило вот этой штуки она у меня закончилась сейчас ниткой просто прошью и все хорошо хоть это вот видите как вы мне помогаете а так бы я не доперла я забыла вчера что мне нужно доделать сейчас доделаю в ней просто легче дышится вот видите на кулечком вот так делается все а вообще сейчас таблеточку тяпну я не из тех людей которые знаете не пьют таблетки там или еще что-то что там вот это вредно я не переношу боль знаете у меня кто не курит и не пьет тот здоровеньким помрет вот и я чтобы какая-то головная боль мне испортила весь мой день шоппинг после трехмесячного перерыва из-за каких-то амбиций и противоречий до счастья ага выпила таблеточку и буду жить спокойно без головной боли у меня еще наши девичьи дела начались поэтому все ко всему в общем но меня ничего не остановит если я сказала еду значит еду такой вот золку так его оставлять одного тут ничего сейчас папе приедет до трех угад и меня трех угад и трех угад и трех угад и трех митик вина таки хаки вот вот все подбирает это с балкона летит у меня эти облетают как их называет то ли эти то ли эти в общем все облетает ветер 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 а вот это вот как они называются забыл ветер ужасный ужасный ветер чути мой соловей ой у него так это выросло кстати у него на голове пятно она была маленькая а сейчас здоровая прям на всю голову пятно на всю голову да да поет вот так вот он у меня поет да и совершенно не мешать да я даже иногда знаете что наоборот такая оп что-то птичка не поет вода у него есть еда у него есть почему не поет и тут слышу там все понятно наоборот мне нравится очень когда он поет в общем все друзья встретимся с вами в этом а в торговом центре телефон естественно я не буду брать вот телефон и этот камеру а телефон-то я как раз возьму и буду попробовать на телефон вам что-нибудь там заснять интересненькое ехали уже с одной стороны заходишь другой выходишь руки дезинфицируют вот эти тоже дезинфицируют кстати коврики руки надо дезинфицировать кранчиком и в принципе все спокойно все в масках так что все нормально вообще я хочу себе пару обуви вы уже об этом знаете мчи рассказала так что это я буду смотреть выбирать все в принципе знаете я как это блин первобытный человек потому что не знаю смотрю как чё почем но в принципе все все как и до кризиса только все в масках и все вот эти интересные какие-то так что все нормально все прилично везде вот такие стоят на в каждом ходе магазин но в принципе я уже продезинфицировала себя я сейчас при марке смотрите какой интересный сумка 12 евро всего на лето мне кажется шикардос слушать ну классно за 12 евро красавицы я классно же может быть потом ой она а нет еще есть две штуки хочу я ее возьму и буду с собой носить говорит что маску нужно нас правильно носить что-то отвалилась уже какая-то наклейка слушайте ну прикольно вот она и по длинному может носиться буду в руках носить я померила одни кроссовки такие летние даже не кроссовки босоножки что-то одно другим вот но я знаете такой человек который не я вот их померила они мне очень понравились но я пойду сейчас я посмотрю еще вдруг мне что-нибудь понравится еще вот народа не очень много как я в принципе предполагала мы с подругой она пошла по своим делам я пошла по своим делам потом встретимся попьем кофе вот некоторые магазины правда закрыты у меня начинают уши болеть точнее за ушами вот тут что-то знаете я думала что хоть один магазин будет какой-нибудь с масками но нет у кстати хотел в морепост зайти в магазин а он закрыт некоторые магазины все еще закрыты хотя уже вторую неделю как можно быть открытыми не знаю в общем да хожу шатаюсь еще такой прикол случился вообще так смешно мы когда сегодня встретились с подругой обменялись с ней масками я его такой подарила защепками она мне другую она гортво блин при встрече говорит маски друг другу дарим вот так вот дожили масками обмей обменивайся хотя вот у нас в этом году вот такая цветовая гамма на платьях легкие воздушные что я не знаю чего вы мое платье не понравилось этого магазин виолетта от манго для большие размеры в общем смотрите видите расцветочка какая легкая такой шифоновая или какое-то в общем коротенькая и для полных там вот тоже запахом идет платья такие в моде вот очень всего я помоги надея одета так что не надо а вот это мальчик футболочка интересны народа не очень кстати много на что я и рассчитывала я вот сейчас пройду сейчас все бурные магазина обойду а потом уже посмотрим чупать не дошла сего магазин такой вот со всякими штуками что-то такое что просто что ли открывать в общем остров устрицы ухты какую-то прикольно стоит интересно 5 евро здесь две штуки такие классные в общем знаете чтобы смотреть кружку вот это вот тут должно быть кружка такая буду смотреть искать здесь столько всего что голова кругом идет хрусталь мне вот это напоминает найти у нас в городе такие были все сервантах стояли хрусталь нет у меня у бабушки не было такого мнения мы не до такой степени были и аристократами и хрустали у нас не было в принципе он мне кажется и не нужен смотрите как всех стенки встали чтобы платить такая очередь пытаются люди конечно втиснуться но у меня не туда попали сейчас вот эта женщина нам мы идти должны вот по этим дистанцию нужно мы в нормально движется очередь поэтому из-за того что два метра между дистанцией поэтому кажется что очереди супер-пупер огромный и перед тем как зайти платить нужно дезинфицировать в общем руки я сегодня продезинфицировал наверное раз 50 при выходе при входе ой блин эти все мерить нельзя поэтому так мы тут решили восстановить силы взяли вот такую по куску торта это red velvet и морковный и в общем будем дегустировать у меня кофе американский чуть-чуть американу в общем чуть-чуть молоко там капучино в общем такая вот кафешка и здесь можно снимать намордники и отдыхать спокойно дышать без намордников так что всем приятного аппетита на удивление тортики оказались очень вкусными почему на удивление потому что в испании тортики всякие пирожные все на один лад а эти просто у меня подруга даже играет удивилась вот поэтому вкусненько нам было я уже не знаю куда идти везде уже побывала я бы хотела в малипас сходить но он к сожалению закрыт ну ладно куда нибудь еще сейчас зайду приехала домой а меня здесь никто не ждет а я так не привыкла муж куда-то уез увез моего чарли ну все я обычно привыкла что меня здесь всегда чарли встречает он мне кстати позвонил говорит когда приедешь я говорю все уже выезжаю где я не сейчас буду звонить кстати ничего не поел в общем буду пакеты разбирать а что купила я вам покажу завтра с примерками потому что все это постираю от парю вот ну понятно да и завтра уже вам все покажу потому что шопинг удался был удачный шопинг вот так что кто не подписан подписывайтесь и жду уже ваших комментариев вот и как бы да а я пойду раздеваться мыть руки и отдыхать шопинг такое утомительное дело приготовила себе ужин открываю открываем компьютер и сажусь монтировать кстати немного информации про коронавирус только сейчас услышала у нас сегодня 248 зараженных на это на ну на 40 с чем-то меньше чем вчера и ни одного умершего маленький ребенок 14-месячный выписался сегодня из он две девочка лежала две недели в больнице это к тому что заражаются только пожилые люди вот что не только пожилые люди в общем даже была в этом интенсивная терапия в усе ну в общем плохая была девочка но сегодня ее выписали так что все замечательно устала такое знаете потом конечно очень много народу набежало в магазин где-то часов в 5-6 прям потоп был ну ничего вот в примарке очень много народу было вот там дешевая одежда такая вот для детей очень много всякие но все равно нормально были везде это вот руки я сегодня вообще не знаю сколько раз дезинфицировала везде люди работают которые вот тебя направляли куда идти как платить в общем все замечательно все нормально кстати мы заметили с подругой что очень люди потому что на входе в торговый центр не было никаких работников и там каждый человек сам без того что ему там говорят продезинфицировать руки они вставали в очередь чтобы продезинфицировать руки представляете и в магазин вот тоже мы в ЧНД вот в другие магазины заходили там не было никаких работников и каждый человек даже молодежь дезинфицировала руки то есть очереди стояли не потому что что там зайти в магазин а чтобы продезинфицировать руки все сами делали все с масками я ни одного человека не видела без маски но у нас это и обязательно то есть у нас нельзя зайти в магазин без маски тебя не пустят так что если дальше пойдет то все будет нормально я думаю ладно буду бантировать потому что я даже не знаю что там я снимала непонятно снимать во-первых примерочные все закрыты поэтому подснимать какой-то вот обычный шопинг-лог это нереально потому что ну а показывать вам ходить платье вот такое вот такое тоже неинтересно правильно вы что сами в магазин не ходили вот интересно же посмотреть на моих телесах так что все завтра вам покажу уже все стирается сохнет будет 5 минут поглажу и все вам покажу так что не забудьте подписаться поставить лайки и всего самого лучшего и встретимся с вами завтра а я буду ждать в мою пупсику где он есть куда его увезли без моего разрешения вернее я знала что его увезли у Чарли говорю про свою собаку Чарли машинка стирается в общем гуляет гуляет парень где гуляет не знаю ну сейчас придет буду ждать и монтировать всем пока пока мы Субтитры сделал DimaTorzok